Коллеги, всем добрый день. Здравствуйте. Так, у вас в правом нижнем углу есть окошко для сообщения, поэтому дайте знать, как нас слышно, как видно. Так, пока не вижу. Ага, все, вижу, отлично. Так, ну и, конечно же, побольше огоньков. Сегодня прохладно, поэтому будем согреваться. Плюс также, сразу прошу прощения, у нас тут перекладывают асфальт, вот иногда могут быть помехи, но я думаю, мы своими резвыми голосами будем заглушать их. Так, сегодня мы приветствуем вас девчачьей компанией. Меня зовут Колотова Юлия, со мной сегодня Валерия Карташова. Здравствуйте. Тема вебинара у нас сегодня нестандартная. Мы не будем прям разговаривать именно про функционал какой-то конкретной системы, да, а разберем конкретный кейс внедрения системы Аксиот ВМС-Х5 на складе электротехники. Вот, и там была как раз-таки замена уже действующего МС самописной. Вот, считаем это как переход. По времени мы сегодня немного ограничены, вот, поэтому, я думаю, тут возникнет проблема с ответами на вопросы. Поэтому, если вдруг кому-то не успеем ответить, то вы нам пишите в этот чат, либо потом мы в конце оставим наши контакты. Вот, также пишите туда, и после свяжемся с каждым из вас и ответим на все вопросы. Так, ну, я думаю, все уселись поудобнее, да, и мы начинаем. Все нас знают как о разработчиках именно системы класса ВМС и ТМС, да, это система управления складом, система управления транспортом и перевозками. Но наши клиенты развиваются, мы также развиваемся, не стоим на месте. И разработали новый программный продукт, это система распределенного управления заказами, Аксиот Дом, система планирования более высокого уровня, да, которая как раз-таки обеспечивает моделирование полноценно всей логистической сети, также прием заказов и планирование источников, позволяет управлять заказами всех складов и точек потребления, может формировать распоряжение для систем оперативного управления, ну и плюс, конечно же, это сбор распределения и анализ затрат и анализ именно уже ключевых показателей. На всеобщее обозрение мы пока что эту систему не показывали, но в ближайшее время выпустим отдельный вебинар, посвященный этой теме, да, поэтому следите обязательно за новостями. Вот, впереди только все самое интересное. Являясь частью логистической платформы Аксиот СМ, Аксиот Дом бесшовно интегрируется с системой управления складом и системой управления транспортными перевозками, что позволяет в комплексе автоматизировать вообще весь логистический процесс. И тем самым все системы платформы Аксиот СМ, да, это далеко не только ВМС и ТМС, при тесной интеграции с ERP и другими системами повышают прозрачность учета и представляют широчайшие возможности оптимизации всех логистических затрат. Мы переходим непосредственно к теме нашего вебинара, да, и мы все понимаем то, что уйти от чего-то родного, близкого сердца, да, очень тяжело. Например, когда у нас на складе установлена самописная система, да, которой вы работаете, там, более 10 лет, заменить ее на что-то новое и неизведанное, да, тяжеловато. Это как не только в части системы, но и вообще перестройки всех процессов. Но тут нужно четко понимать, что же даст вашему бизнесу внедрение нового поколения системы. А если вы понимаете то, что это вам даст прозрачный учет всего товара на складе, да, причем в режиме реального времени, это позволит сократить длительность некоторых операций, довести до идеала какие-то операции на складе, сократить время загрузки транспортного средства, да. А если вы понимаете то, что у нас только плюсы, и это положительно скажется на вашем бизнесе, а, соответственно, все ваши клиенты будут довольны, и они будут возвращаться только к вам, да, то тут как бы сразу сомнения, вот, ну, все сомнения отпадают, да, и выбор падает именно на внедрение полноценной новой системы управления складом. А плюс, давайте не будем забывать о том, что нам нужно еще как-то поддерживать дальнейшем систему. А тут как бы тоже мы все предусмотрели. Мы исключаем там зависимость от какого-то конкретного человека, да, вы всегда можете обратиться к нам, мы можем провести какое-либо обучение, и, соответственно, возрастить, так скажем, у вас в компании человек, который сможет не только поддерживать программный продукт, но и даже дорабатывать. За плечами у наших ребят вообще колоссальный опыт внедрения системы управления складом, вот. На данном слайде представлены компании именно с бытовой техникой, да, потому что сегодня все-таки речь у нас пойдет о таком именно складе, о такой специфике. Но хочу отметить то, что систему мы внедряем не только в России, но и также в странах дальнего зарубежья. Давайте, наверное, уже непосредственно поговорим по проекту, который мы реализовали. Мы обсудим именно задачи проекта, да, обсудим, с чем вообще, с какими трудностями мы столкнулись, вот, и к чему пришли в итоге, то есть итоги проекта. Тут мне уже поможет больше Валерия, потому что она была непосредственно внедренцем системы в той компании, вот, и от первого лица расскажет, как вообще это все было. Да, конечно. Итак, вне зависимости от того, да, что прежняя система стабильно работала, по ряду причин было принято решение о переходе на новую систему. И основными целями и задачами перехода к новой ВМС можно выделить следующее. Это реализация различных видов приемки, в том числе и виртуальное приходование товара. Прозрачность выполняемых операций с возможностью расчета выработки сотрудников и отслеживания корректности выполнения заданий. Упрощение прослеживаемости товара в разрезе как серийного, так и партионного учета, что, в свою очередь, позволит использовать такие принципы, как FIFO и FIFO. Помимо этого, одной из целей было использовать систему с гибкой настройкой для минимизации привлечения работников, точнее разработчиков для задач по развитию системы. В связи с тем, что товарный ассортимент склада разнообразен и представлен от мелких запчастей для оборудования до крупногабаритных товаров, занимающих до трех палетомест в стеллаже, система должна поддерживать различные правила товарообработки в зависимости от их габаритов как раз-таки на всех операциях, выполняемых на складе. Конечно же, все это необходимо учесть на складском комплексе с немаленькой площадью, составляющей порядка 80 тысяч квадратных метров, где 40 тысяч квадратов — это как раз-таки крытая площадка, и оставшаяся половина — это открытые площадки и контейнерная площадка. В связи с тем, что ранее склад уже работал на системе управления склада, то адресация уже имелась, собственно, на складе, и сохранение имеющейся маркировки с возможностью генерации новых адресов по уже устоявшимся принципам — это было также одной из задач. И последнее, но не по значимости, — это цель по плавному и безболезненному переходу со старой системы на новую. И да, там, прежде чем перейти и рассказать о том, как мы все-таки этого добились, хочу обратить ваше внимание на несколько критериев, которыми мы также руководствовались в ходе проекта. Это реализация проекта в сжатые сроки в рамках типового функционала, базирующегося на большом спектре параметрических настроек, доступных в системе Axelot WMSX5. Итак, крытая площадка. Крытая площадка представлена выделенной зоной хранения негабаритных товаров, подразумевающей использование секций ячеек. Это также более 40 оборотов, работающих на приемку и отгрузку. Выделены в зонах контроля принятых и собранных заказов. И порядка 90 аллей с узкопроходными стеллажами. В связи с этим и с учетом того, что склад уже работал на прежней системе управления складом, для удобства сотрудников и, соответственно, исключения перемаркировки, в WMSX была разработана возможность формирования топологии под стандарты, уже установленные на складе, что позволило оставить прежнюю маркировку и при необходимости генерировать уже новые адреса по ранее установленным стандартам. Для прослеживаемости и корректного товара движения весь складской комплекс был поделен на зоны в зависимости от хранимого у них товара. В связи с этим для каждой товарной группы были выделены как раз-таки эти зоны и назначены необходимые стратегии и алгоритмы, задающие нужные правила товародвижения на складе. Контейнерная площадка является резервной зоной для хранения товаров, в которой запрещено смешивание различных артикулов в разрезе одного контейнера. В приоритет в зону поступают более новые товары, то есть более новые партии, а более старые вытесняются на склад зоны отбора для скорейшей реализации. В основном зона используется как зона для подпитки, зона отбора, однако при необходимости из зоны можем собирать, выполнять сборку для отгрузки, если такая необходимость все же есть. Одной из целей, как я ранее говорила, была и есть эта прозрачность. Прошу прощения. Прозрачность выполняемых операций мы смогли добиться при помощи следующего. Это использование минимальных квантов на операциях взять и положить. В принципе, на этом основываются все на очереди задания, с которыми мы работаем в системе. Сами же операции, доступные для обработки товара движения, их большое множество. Однако, если вдруг подникает такая ситуация, что не хватает по какой-то причине тех заданий, которые имеются, всегда есть возможность использовать дополнительные операции. И, например, можно учитывать уборку складского помещения. Временные рамки выполнения каждой задачи обязательно фиксируются с момента создания задачи в системе до момента ее выполнения, что, в свою очередь, контролируются заданными нормативами и отражаются в соответствующих отчетах. Например, в таких, как выработка сотрудников с детализацией результатов выполненных заданий, что также являлось одной из целей заказчика. Выработка отражает, как успешно было выполнено задание на основании установленных норм и проблем, показанных в момент выполнения этого задания. Выработка рассчитывается в разрезе каждой операции для каждого сотрудника, авторизирующегося в системе для выполнения как раз-таки этих заданий, что в свою... Это прям испытание какое-то. Это точно. Итак, эти и другие показатели могут служить для разработки мотивационной схемы, что, в свою очередь, возможно, в системе, благодаря высокому уровню ее параметризации. Насчитывая еще более 8000 параметрических настроек, это позволяет настроить, ну, просто уйму различных процессов без изменения основного кода конфигурации, который, как хотелось бы заметить, является открытым и доступен для любых модификаций. В системе также предусмотрено два режима настроек. Это простой, учитывающий несложные настройки процессов, и расширенный, позволяющий указать дополнительные параметры настраиваемым процессом. Например, при использовании расширенных настроек базовую функциональность системы возможно изменить при помощи произвольных алгоритмов, что также не меняет основной код конфигурации. Для системы с таким высоким уровнем параметризации важно иметь актуальную и полную документацию, что, конечно же, в нашей компании учтено. У нас есть достаточно большое количество документов, описывающих работу в системе, описывающих сценарии работы по различным направлениям, процессам на складе. Вся документация выложена на нашем сайте, периодически обновляется и публикуются новые релизы. Там же на сайте по системе. В качестве примера по параметризации давайте рассмотрим конкретную модель учета, которая как раз и настроена с помощью всеразличных галочек, которые мы можем выставить. Именно модель учета нам помогает с вами задать правила размещения товара на склад, правила отбора товара и стратегии пополнения. Также учитывается модель учета. То есть тем самым мы задаем правила того, как именно товар будет пополняться, из какой зоны и в какую. Помимо этого обязательно, ну не обязательно, да, мы здесь можем указать возможность учета товара по партиям и что обязательно будет реквизитом для ее идентификации. То есть это номер партии, дата партии, документ, ГТД и так далее. И возможность указания сроков годности, то есть учета по срокам годности в данной партии. Будем ли мы их учитывать и в какой момент нам, точнее, что именно нам необходимо указывать, дату производства или срок окончания годности. Можно и то, и то указывать в целом. Также есть возможность введения учета по серийным номерам, акцизам и визам, что также указывается в модели учета. Также, как вы помните, надеюсь, одной из целей было это плавный переход. Тем самым, да, как бы на терминале для удобства работы был реализован ряд подсказок. Например, в момент приемки на ТСД выводится информация о вместимости всех доступных типов палет для принимаемого товара, так как разные товарные группы могут приходиться только на конкретные определенные типы места хранения. И как раз-таки это подсказка выводится после сканирования самого товара. Дальше. Согласно бизнес-процессу, складу запрещено принимать там товар излишком, поэтому система не контролирует план фарк, ну, да, то есть она вам не закроет документ сама, а ждет, когда это кто-то сделает. Но это может инициировать только оператор системы. В связи с чем на ТСД выводится просто подсказка кладовщику приемки о том, что все плановое количество уже принято, тем самым он понимает, что с этим документом более работать не требуется. И дальше в списке всех документов он также видит просто подсказку о том, что с этим документом больше работать не нужно. Идет далее. Момент. Ага. Так, на слайде установлены узкопроходные стеллажи. Выполнение одной задачи размещения осуществляется двумя разными сотрудниками через транзитные зоны. И для упрощения и ускорения работы второго сотрудника, то есть как раз таки водителя узкопроходного штабелера, на терминале также была подсказочка о том, с какой стороны палет должен оставить первый сотрудник, который, то есть подвозит этот палет к аллее. Как раз таки, чтобы в дальнейшем водителю узкопроходного оборудования помочь, и он не крутил вилами около прохода, а сразу брал палет и с ним заезжал в аллею. Также для узкопроходного оборудования перед началом сборки на ТСД выводится подсказка о том, будет ли выполняться сборка под остаток. То есть это нужно для того, чтобы сотрудник, выполняющий сборку, понимал, ему в аллею нужно заехать с палетом либо без палета. Ну, то есть если без палета, то тогда подразумевается, что все, что есть в ячейке, весь товарный состав и сама, собственно, деревяшка, сам палет будут оттуда изъяты и полностью соберутся под заказ. Также перед началом выполнения упаковки и контроля на терминале высвечивается список с местонахождением всех зарезервированных по заказу мест хранения. Как раз таки для того, чтобы сотрудник, который контролер уже, понимал, где сейчас расположены все палеты по данному заказу, который он хочет контролировать, и тем самым он принимает решение сейчас ему выполнять этот контроль и упаковку, либо же еще подождать, пока там в зоне контроля соберется как можно больше нужных ему палет. Заказчик получил систему с новыми возможностями и учитывающий необходимый прежний функционал. Систему с интуитивно понятным интерфейсом и имеющий большое количество параметрических настроек, что дает возможность ее гибкой настройки. Отслеживание товаров на всех этапах обработки с возможностью ведения серийного и партионного учета, возможность отслеживания корректности и точности выполняемых операций складскими сотрудниками, на основании чего можно сделать, точнее рассчитать, да, там, выработку и уже оперировать мотивационной схемой. Ну и склад ушел от достаточно большого количества лишних действий, которые было необходимо выполнять при работе со старой системой. Вот. Прекрасно, спасибо, Валерия. Так, смотрите, вы пока что пишите свои вопросы, вот, а я скажу еще несколько слов о предстоящем мероприятии, да, мы общаемся с вами не только вот так онлайн, да, и переписываемся. Мы предлагаем вообще встретиться с вами в ближайшее время, скоро будет проходить конференция с 20 по 22 сентября. В рамках Семата мы проведем конференцию Axelot Logistics 2022, на которой как раз таки мы расскажем вообще про в целом экосистему непосредственно группы компании Axelot, да, расскажем про наше новое решение Axelot дом и еще такой бонус будет, будут присутствовать наши клиенты, которые поделятся непосредственно уже опытом, да, внедрения наших систем, они, я думаю, уже успели поработать с ними, поэтому вы напрямую им сможете задать любые вопросы связанные с системой. Вот, поэтому ждем, обязательно регистрируйтесь, вот, если нужна будет какая-то более подробная информация о конференции, то связывайтесь с нами, мы все подскажем, все расскажем. Пока. Пока.